Знакомьтесь, Слава Привезенцев, активист, спортсмен, а еще начинающий поэт. Кстати, сочинением четверостиший парень увлекся совсем недавно. Был конкурс в библиотеке, конкурс сочинений, что я сделал, оказавшись на месте главы города Губкинский. И ко мне пришла идея, почему бы не начать стихотворение. Что-нибудь такое сатирическое, смешное даже местами, но вот на конкурс по тематике. Ну я так сел, и за один вечер у меня получилось стихотворение, которое я отправил на конкурс, оно в итоге заняло гран-при. С тех пор перо и блокнот Слава из рук не выпускает. При любом удобном случае записывает свои мысли. Часто задается вопросом, а есть ли еще на Ямале такие, как он, начинающие поэты. Возможно, в нашем городе не хватает каких-то конкурсов для юных поэтов, и было бы здорово, если бы они были. Это подлогает молодежь к написанию стихов, это очень классно простимулирует творчество молодых авторов, таких как я, писать стихи почаще. С такой инициативой губкинские писатели обратились в централизованную библиотечную систему. Хотите вечеринку поэтов? С легкостью. Получив запрос от молодежи, Юлия Ярощук принялась за дело. Победив в окружном конкурсе социально ориентированных проектов «Ямме», она приступила к реализации своей идеи. Поэтрис-слэм по-ямальски – конкурс, который объединит поэтов со всего региона. Писательство сейчас в современном мире куда-то отошло на второй план, и очень сложно найти новых молодых писателей, поэтов. И, конечно, мы, чтобы стимулировать нашу творческую молодежь, предоставить им такую открытую площадку, где они смогут делиться своим творчеством, ну и, конечно, перебороть себе какие-то страхи, там, выступления на сцене. Необычность конкурса в том, что победителей определит не коллегия жюри, а сами зрители. Напомним, мероприятие пройдет 21 мая, а до 10 мая можно подать заявки для участия. Тройку финалистов будет ждать главный приз – планшет. Подробная информация на сайте Централизованной библиотечной системы города Губкинского. Павел Науменко, Данила Индюков, Новости Губкинского.